Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Подалко, заведующий региональным сосудистым центром Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Павел Сергеевич! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые телезрители! А поговорим мы сегодня не только о работе регионального сосудистого центра, но в частности остановимся на инфаркте и ишемической болезни сердца. Но прежде чем приступим к основной теме нашего интервью, все-таки расскажите о региональном сосудистом центре, который совсем недавно, этой весной, открылась на базе Одинцовской областной больницы. 29 апреля на базе областной больницы Одинцова открылся региональный сосудистый центр. Туда входит отделение рентген-диагностики и лечения, реанимация, неврологическое и кардиологическое отделение. Самая главная новость, конечно, что это работа и установка ангиографического оборудования, которое позволяет выполнять высокотехнологичные малоинвазивные вмешательства на сосудах сердца и головного мозга. Ну и во многих других сосудистых бассейнах, хотя это и не является темой нашей сегодняшней беседы. Но тем не менее, такие возможности есть. С чем к вам поступают, с какими патологиями пациенты? Основная задача центра – это прием пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца, то есть инфаркт нестабильности на кардии, в общем, объединяется под названием острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения. Это наша основная задача. Что такое ишемическая болезнь сердца? Ну, в целом ишемическая болезнь сердца – это несоответствие между потребностями сердечной мышцы и ее кровоснабжением, то есть теми задачами, которые перед ней ставит организм. Вызвано это, как правило, атеросклеротической бляшкой, которая постепенно развивается в сосуде, растет и в какой-то критической ситуации она достигает либо критического объема, либо лопается. На ее поверхности образуется тромбоз, что и приводит в конечном итоге к инфаркту миокарда. Что такое инфаркт? Как я уже сказал, это острый тромбоз, в 95% случаев острый тромбоз сосудов сердца, который приводит к полному прекращению или частичному прекращению кровотока в определенном участке сердечной мышцы. И, в общем-то, является такой тяжелой сердечно-сосудистой катастрофой и одной из причин внезапной смерти в том числе. Какие симптомы указывают на инфаркт? Классический симптом инфаркта, то есть ангинозной боли – это боль загрудиной. Иногда пациенты характеризуют ее как жжение, как облили кипятком или положили плиту на грудь. То есть это не всегда боль острая или пронзающая. Может быть, жгучая тяжесть отдает в шею, в челюсть, в левую руку, в левую лопатку или в межлопаточную область. Главный симптом, что эта боль возникает внезапно. То есть чего нужно бояться? Не любой колики в груди, а именно то, что возникла боль сильная, и она возникла ни с того ни с сего, часто без каких-либо провоцирующих моментов, часто ночью или в ранние утренние часы. Что необходимо делать при появлении таких симптомов? Первая помощь при возникновении боли в груди, которую я говорил, мы говорим именно об ангинозной боли, это нитроглицерин. То есть одно или двукратный прием, максимум до трех раз прием дозы нитроглицерина, может эту боль облегчить. Если нитроглицерин не помогает, даже если он и частично помог, все-таки необходимо вызвать скорую. То есть если возникла интенсивная боль, которой раньше не было, или, не дай бог, человек ранее уже сталкивался с ней, например, переносил инфаркт когда-то, несколько лет назад, то, безусловно, помимо нитроглицерина нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Почему важно максимально рано начать лечение? Чем раньше начато лечение, тем больше шансов спасти не только пациента, но и часть сердечной мышцы. То есть часть сердечной мышцы мы, безусловно, потеряем, да, как бы инфаркт случится. Но чем раньше мы восстановим кровоток в пораженном сосуде, а именно и для этого и создано рентгеноперационное ангиографическое оборудование и специально обученные рентгенхирурги, которые, собственно, дежурят на страже ваших сосудов в течение 24 часов 7 дней в неделю. Чем раньше к нам пациент поступит, если действительно этот диагноз подтвердится, то мы, соответственно, сможем помочь пациенту лучше, лучше выживаемость и меньше инвалидизации. Какие существуют методы лечения инфаркта? Ну, с инфарктом человечество сталкивается уже достаточно давно. Поначалу методы были довольно скупы. Несколько десятков лет назад уже появилась так называемая тромболитическая терапия. То есть при возникновении определенных видов инфаркта пациенту вводили тромболитик, то есть препарат, который растворял тромб. В части случаев это действительно уменьшалось успехом и спасались жизни, спасался миокард, уменьшалась инвалидизация, улучшалась выживаемость. Но уже более 20 лет существует такой метод, как ангиография, то есть через маленький прокол в сосуде, будь это лучевая артерия или бедренная, под рентгенустановкой рентгенхирург проводит коронарографию, то есть видит пораженный сосуд и с помощью микрокатетеров, проводников и оборудование, собственно говоря, имеет минимальные размеры, то есть стенты, которые мы ставим, они диаметры имеют от 2 до 4,5 миллиметров всего лишь, да? То есть какова, поймите, какая тонкая техника и каково должно быть мастерство хирурга, чтобы этим владеть. Вот устраняется тромб и восстанавливается просвет сосуда. Насколько доступны эти технологии для населения? Насколько оборудовано ваше отделение? Все, что необходимо для проведения коронарографии и установки стентов, то есть устранения тромбов, бляшек, у нас имеется. Вообще, надо сказать, что Министерством здравоохранения области беспрецедентные шаги в последние годы предпринимаются для приближения этой помощи к населению. Конечно, Москва шагнула далеко вперед, но Москва, она по площади намного меньше, чем область. Очень разбросаны центры, населенные пункты в области. И фактически для того, чтобы пациенты максимально быстро попадали в так называемые ЧКВ-центры, эти центры создаются уже, их свыше 15 в области за последние несколько лет открылось, и наш один из них. Каковы последствия инфаркта? Уже частично мы это затронули. Мы, конечно, говорили, что есть острая ситуация, когда ведь, к сожалению, предвидеть полностью инфаркт невозможно. При соблюдении всех правил здорового образа жизни, профилактики и так далее, у кого-то он все равно случится. И часть людей, к сожалению, умрет от внезапной смерти, поскольку развивается желудочковая тахардиофибрилляция желудочков, проще говоря, внезапная остановка сердца, даже не успев обратиться за помощью. Если потери для сердца велики, то есть большая часть сердечной мышцы затронута, то может развиться кардиогенный шок, то есть это очень тяжелое осложнение, которое тоже чревато очень тяжелыми последствиями. Ну и если все-таки мы пациента спасаем, все хорошо, он выписывается, то впоследствии возникает участие пациентов в так называемое ремоделирование левого желудочка, то есть может сердечко растягиваться, что приводит к сердечной недостаточности. То есть пережив инфаркт, это не значит, что все благополучно абсолютно закончилось. Нужно соблюдать определенные рекомендации, которые дает лечащий врач для того, чтобы действительно последствия этой сердечной катастрофы были минимальны для пациента. И он здравствовал, сохранял работоспособность еще долгие-долгие годы. Если говорить о цифрах, сколько за 4 месяца пациентов к вам обратились за помощью? Ну, проведено более 300 вмешательств уже за это время, то есть такое количество пациентов с острыми сердечными состояниями мы вылечили и, в общем-то, с хорошим результатом. Что еще хотелось бы мне очередной раз подчеркнуть, то есть важно сразу обращаться за помощью, потому что наиболее эффективно наше лечение в первые несколько часов от развития инфаркта. Золотое, как бы есть такое понятие золотого часа, ну, первые 3-4 часа – это идеально, когда пациент приезжает и попадает на стол к рентгенхирургу. Чем дальше от момента развития симптомов, тем менее эффективны все наши действия. То есть самое главное – вовремя обратиться за помощью, вызвать скорую и доставить пациента в больницу, к врачу. Сейчас у наших жителей, жителей Одинцовского округа есть эта возможность, потому что 29 апреля на базе Одинцовской областной больницы открыт региональный сосудистый центр. Да, безусловно. Пациентов с острым коронарным синдромом, то есть с инфарктом и прединфарктным состоянием маршрутизируют отдел госпитализации, который находится в Красногорске. На нас замкнуты еще несколько ближайших районов, но поскольку самое короткое плечо доставки из Одинцова – это к нам, то есть все жители Одинцова, они в идеале попадают, безусловно, к нам, потому что это максимально быстрая доставка пациента. Ведь с момента вызова скорой происходят определенные временные задержки, которые обойти никак нельзя. Это доезд скорой, регистрация КГ, беседа с врачом или с фельдшером, транспортировка пациента, то есть нужно время, чтобы предварительный диагноз поставить пациенту. А если пациента привезут родственники, не будут ожидаться скорой? Это далеко не самый благоприятный момент, потому что, во-первых, будут происходить временные задержки на уровне приемного отделения, ибо скорая повезет пациента с инфарктом сразу в реанимацию, а в приемном отделении он не получит сразу той помощи и того внимания, которое пациент получит в реанимации. Безусловно, транспортировать пациента с инфарктом должна скорая. Конечно, бывают ситуации различные. Ехал в машине, заболел, родственники за 5 минут довезли пациента в приемное. Да, безусловно, мы не можем исключить или просто сам обратился, и такие случаи у нас, безусловно, бывают. И были уже, и будут. Каналы госпитализации разные, но во время транспортировки тоже могут происходить с пациентом разные неприятности, да, поэтому машина скорой помощи оборудована для помощи пациенту. Вот, то есть, конечно, нужно, чтобы поставить какой-то предварительный диагноз, нужен врач или фельдшер, и боль в грудной клетке, она может возникнуть при совершенно и других состояниях. То есть, не обязательно это инфаркт. Регистрация кардиограммы, то есть, все должно быть так, как должно быть. Павел Сергеевич, какие рекомендации Вы даете Вашим пациентам после выписки? Ну, то есть, стентирование коронарных артерий, то, о чем мы говорим, это прекрасный метод, это в разы улучшает исходы инфаркта, нежели то, что было раньше, да, у нас до того, как в нашей стране это было единичный, эксклюзивный случай, а сейчас повсеместно. Это есть. Но это не панацея. То есть, наблюдение врача и рекомендации, и последующий прием препаратов после выписки, они обязательно необходимы. Вот, потому что есть риск того, что стенд, который поставили, он может затрамбироваться. И обязательно нужен прием так называемых антиагрегантов, попросту говоря, препаратов, которые разжижают кровь, именно тех, которые рекомендовал доктор при выписке, чтобы поддерживать проходимость стента. Так минимум, в течение года принимается так называемая двойная антиагрегантная терапия. Поэтому после выписки пациент обязательно должен попасть под наблюдение кардиолога, либо терапевта. Соответственно, пациенту выпишут лекарственные препараты по рецепту, льготные рецепты. Они ему положены в течение года, даже двух после перенесенного инфаркта. И этим тоже нужно пользоваться, потому что возможность такая есть. А препараты зачастую, они достаточно дорого стоят. И в определенном проценте случаев это отталкивает наших пациентов от приема препаратов. Но также существуют приказы Министерства здравоохранения, которые регламентируют выписку данных препаратов пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт. В завершении программы пожелания нашим телезрителям? Ну, я бы сказал так, профилактика основа всего. То есть здоровый образ жизни, чтобы предотвратить какие-то сердечно-сосудистые катастрофы, пусть это будет инфаркт или инсульт, и регулярная физическая активность, движение жизни. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok